Мэнду Аяврил Гиркел Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Геван». Гость студии Валентин Викторович Христофоров, главный редактор газеты коренных малочисленных народов Севера Якутии «Илкен» и журнала «Время Арктики». Валентин Викторович, мы с вами встречаемся накануне 20-летия со дня образования газеты «Илкен». Хотелось бы немножко истории. В конце 1980-х, начало 90-х годов прошлого столетия в республике стали создаваться ассоциации народов Севера. Это был знак самовыражения, самоидентификации, подъем культуры, языков и так далее. И на этой волне, в Оленьке, тоже была создана ассоциация народов Севера, тогда еще Орнёвского района. Сейчас он называется, как вы знаете, Орнёвский, Эвенекийский национальный район. И энтузиасты этого нового движения в первых дней решили выпускать свою газету. Они его назвали «Эвендин-Илкен». Это путь Овенков, «Эвендин-Солдитра». У истоков создания этой газеты стояли многие активисты. Но я вам назову имена, которые люди, которые первыми верстали первые номеры «Эвендин-Илкена» весной 1991 года. Это были Николай Винокуров, Анатолий, Семен Христофоров и другие. Надо сказать, что это событие имело большое значение. Так как ни в одном северном районе не было отдельного издания именно для коренного населения. Конечно, были и есть районные газеты. Однако Эвендин-Илкен в первых дней начал движение за придание статуса национального района своему УЛУСу. Так, во втором номере ВД «Эвендин-Илкен» референт Ассоциации народов Севера Оленька Анатолий Христофоров написал большую статью, которая имеет значение и поныне. Он назвал «Пора вернуть национальный статус району». Как вы знаете, еще в 20-30-е годы у нас в Якутии были образования наших сторончей. Это сокрызки, допустим, или другие. Однако перед войной многие из них были ликвидированы или вошли в состав других районов, более крупных. И в этой статье были подняты такие вопросы, как изучение родного языка, второе, придание еще большего статуса району, как место проживания Христофоров в Севере Эвенков, и третье, здесь было сказано о том, что мы все, единая семья, должны жить в группе со всеми народами, и как раз в то время начиналось интенсивное освоение недров богатства Севера. И люди ставили вопрос, и очень праведливо, со всей экологией, от наступления промышленности. Согласитесь, эти вопросы до сих пор актуальны. Конечно, эти вопросы актуальны. Это было самое начало зарождения газеты. Она прошла уже такой довольно большой путь. Как в данный момент ваша газета встречает эту дату? В 90-х годах, особенно в конце 90-х годов в России, происходили очень большие изменения, как в экономике, так и в политической жизни. И ЭВД «Элкен» стал испытывать финансовые проблемы. И тоталитатный редактор газеты Михаил Семенов Амака вышел предложением к Ассоциации Турканской народов Севера, чтобы финансировать газету за счет республики. Это было в 98-м году. И ровно через год, в ноябре 1999 года, вышел первый номер газеты «Элкен». Уже на республиканском уровне? Да. И учрители этого издания, активисты, правительство решили, что газеты будут называться газеты «Элкен». Это будет просто «Элкен», но для всех народов Севера. Включая как «Эвенков», «Эвенов», «Чукти», «Долган», «Югакиров» и русских старожилов. За эти 20 лет, конечно, прошло очень много. Было сделано. Так вы знаете, что первым редактором была поэтесса Варвара Данилова. Я бы сказал, что ей и ее командой была проделана очень большая работа для становления газеты. Я бы хотел отметить, что так как Варвара Данилова сама является человеком-творческим, поэтессой, то она очень большое внимание уделяла именно литературе и литературной критике. Так, на странице, постоянно публиковали произведения не только маститых авторов, но и молодых авторов, которые только начинали проводить свои перья. Кроме того, как... А вот кого из авторов вы можете назвать, которые начинали свой путь в Вилкейне? Ну, допустим, первым же номером одним из авторов был наш Николай Курилов, которому тогда исполнилось 50 лет. Которому мы отметили его 70-летие. Это тоже был один из первых авторов нашего издания. Ну и потом Варвара Данилова, как человек творческий, она опубликовала подборку по публикации нашего автора, который жил в 19 веке, Антимура. Эти произведения, как из прошлого века, так и новые, всегда находили свое место на страницах Илкена. И кроме того, как вспоминает сама Юлия Геннадьевна Хархатанкович, доктор философских наук, который постоянно с нами работает, она пишет, что как литературный критик, она состоялась именно на страницах Илкена. Как вы знаете, она изучает творчество наших северных писателей. И очень многие ее публикации увидели свет именно на страницах нашего Илкена. Но я это хорошо помню, потому что она там часто публиковала свои имя на литературе. Кстати, в то время выходил журнал «Альманах». Что касается длинного состояния нашей Геннадьевны, то вы знаете, что мы все-таки, несмотря на все, скажем так, время довольно сложное, вы знаете, что финансирование везде туго, но тем не менее мы оставили тот же курс именно защиты прав наших сторонников, но кроме того, мы ввели новые рубрики, которые, я бы сказал, перекликаются со временем. Будь то касается промышленности, экологии, языка, культуры. У нас есть постоянные рубрики, у нас есть постоянные авторы почти во всех населенных пунктах, где проживают наши сородичи. Они нам пишут, мы с ними постоянно встречаемся. И кроме того, одно из новинок, да, вот года тридцать назад, желая расширить аудиторию Илкена, мы стали выпускать журнал «Время Арктики». Как говорит само название журнала, она пишет вообще, что происходит в Арктике и в судьбах ее жителей. Тем более, что сейчас Арктика – это самая актуальная тема и проблема. Вы совершенно правы. Сейчас на всех уровнях власти много говорится о развитии именно арктической территории. Я думаю, что этот журнал созвучен своими временем. Мы его выпускаем на русском языке, потому что мы знаем, что мы хотим привлечь не только наших родичей, но и тех, кто владеет русским языком. Русским языком надо владеть все. И кроме того, я все равно подчеркиваю, что в Арктике живут не только коридороны севера, но там будут и русские, и куты-украинцы. И мы хотим, чтобы эта аудитория тоже читала, знала и любила свою Арктику. Но теперь мы думаем, что эту тему продолжат. И кроме того, пару лет назад, тоже по инициативе моих коллег, мы стали выпускать небольшие книжки о серии бюджетских илкен. Так, у нас первая книжка, она назвалась «Эведе дентурал. Эвенские стихи». Эту книжку подготовила Марина Безносова, была такая студентка нашей северной филологии, нашего университета, которая в прошлом году успешно закончила учебу, уехала работать, сеять доброе и вечное в свое село Арка. Это Охотский район Хабаровского края. И потом, два года назад, к нам пришла тоже опытный журналист Ирина Курилова. Она сама тоже носитель югокирской языка и культуры. И вот при ее помощи мы выпустили тоже книжку, называется «Югокирская история». Здесь есть произведение журналистов югокиров и про югокиров авторов. Желающие могут ознакомиться в нашей редакции. Ну и кроме того, конечно, мы стараемся, мои коллеги, особенно Андрей Исаков, как я уже говорил, Ирина Курилова, они очень активные люди. Они не только работают в наших изданиях, но и принимают большое участие именно в общественной работе. Они члены своей ассоциации, постоянно участвуют. Они являются для гады многих съездов. Только в прошлом году Андрей Валентинович был одним из организаторов и участников съезда «Эвенков России» в Картноярске. Кроме того, в прошлом году прошел съезд «Эвенов» в Магадане. И, как мне сказали делегаты, оказывается, Илкен знает и читает не только в Якутии, но и за ее пределами. И конкретные «Эвенки» Картноярского края и «Эвены» Магаданской области высказали пожелания, чтобы они хотели у себя читать предложения газеты Илкен на своих родных языках – на «Эвенкиском» и «Эвенском». И по этому поводу мы в прошлом году и в этом году собирали свой актив и обсуждали этот вопрос. Данный вопрос сейчас решается. Конечно, вопрос упирается в финансах, но мы надеемся на лучшее. Ну и, кроме того, конечно, у нас еще есть планы, еще есть другие. Вы знаете, сейчас все говорят о сифровизации, компьютеризации. И поэтому у нас есть задумка со следующего года сделать свой новостной портал Илкен. По нашей задумке он должен быть ввестись на языках всех народов севера, которые у нас проживают, северные народы. Ну и, конечно, для этого нам нужна поддержка. И мы хотим, чтобы нам ввели штат человека, который занимался именно порталом. Ну и, кроме того, два года тому назад, во время встречи с студентами северной филологии нашего университета, мы высказали пожелание, чтобы открыть для них хотя бы факультатив по журналистике для севера. Этот факультатив у нас работает уже второй год. Наши коллеги, в том числе я, веду им факультативы раз в неделю, куда приходят желающие студенты. И мы им рассказываем в целом про артику, про журналистику, про наших авторов, про наши издания. Потому что мы считаем, что без молодежи, конечно, без творческой молодежи, когда-то не жить. С другой стороны, вы знаете, что сейчас молодые люди стали мало читать, и мы их стараемся их приобщать к чтению. Я им всегда говорю, что, конечно, у вас есть компьютеры, телефоны, гаджеты, но однако печатное слово еще не потерял свою актуальность. И если вы люди грамотные, толковые, образованные, то вы должны читать, уметь писать, выражать свои мысли. И поэтому это дело мы, конечно, продолжим. Как вообще студенты относятся к этому занятию? – Допустим, на фонде лиф в среднем ходит человек 15. Но на среднем есть люди, их совсем мало. Это может быть 2, 3, 5 человек, которые очень заинтересованы в том, чтобы именно знать про артику, знать про журналистику с севера. Потому что вот эти дети из севера, и у них есть интерес к тому, чтобы дальше продвигать те же языки, культуру, литературу через печатное слово. И меня отрадно видят, когда молодежь задает вопросы. Хотя, конечно, я попросил, что одна участка, конечно, они не приходят. Бывает, что не очень заинтересованы. Но там всегда костяк ребят молодых, которые хотят быть журналистами. Или даже не журналистами, а хотя бы уметь писать, излагать свои мысли на бумаге. Это очень большого стоит. Конечно, потому что, тем более, все равно нужно какие-то подготавливать кадры журналистов. Потому что журналистов из народа севера, скажем, у них очень много. Это надо признать. С другой стороны, у нас есть договоренность с руководителем отделения журналистикой университета, Олегом Сидоровым, что они нам будут ежегодно предоставлять места, это один-два места для магистрантов и числа народов севера. И эту работу мы хотим продолжить. Но уже она в действии, эта работа? Или нет еще? Или только это договоренность? Эта работа уже ведется. У нас уже есть люди, которые должны уже обучаться. И я еще раз повторюсь, если в следующий год у нас заработает портал новостной, то мы будем искать кадры именно числа молодых людей. У нас есть ли ребята, которые мы уже знаем, которые к нам уже приходили, нам писали? Допустим, есть такой парень, Михаил Кировошапкин, выпускник нашего университета, который знает свой язык, венский язык. Он, кстати говоря, очень настроен был в свое время у нас работать, но ввиду того, что у нас не было штата, мы его привлекали как внештатного сотрудника. И в дальнейшем мы думаем, что будем его привлекать уже на штатной основе, если получится. Значит, вы все-таки имеете в виду, что вам нужно подготавливать штаты потихонечку? Конечно, нам нужны кадры, особенно мы молодые, потому что... Именно знающий язык нужно. Именно знающий язык, это тоже правильно. И, кстати, нынче год языков народов мира объявлено ООН. И, кстати, этот год также проходит под эгидой, как вы все знаете, исполняется 30 лет нашей ассоциации народов севера с Андреем Васильевым Кировошапкиным. И весь этот год наши материалы выходят под, скажем так, под эгидой, скажем так, мы каждым номером стараемся публиковать материалы, которые касаются и истории, и настоящего времени нашей ассоциации. И в этом плане, конечно, нам здорово помогают наши авторы, и в том числе Андрей Васильевич Кировошапкин, который постоянно публикует свои материалы. Мы ему для этого очень благодарны. С другой стороны, я бы хотел сказать благодарность руководству нашей сахапечати, которые идут нам навстречу. И по поводу изданий, и по поводу финансирования, в частности, уже ушел в участие в воздействии на служебный отдых. Филиппе Петерков, который с самого начала поддержал инициативу издания журнала, неспоставлено на финансовые трудности. И я бы хотел сказать, что сейчас мы ведем разговоры с главами районов, особенно северных, потому что в каждом районе ежегодно проходят какие-то большие мероприятия, юбилейные даты, и мы им предлагаем, чтобы они заказали нам свой номер. И допустим, года два назад, то тоже, опять же, Орднёксовы заказали нам свой журнал «Элкен», который всем очень понравился. Специально для этого я сам изделил командировку, и мы сделали такой красный материал, который мне не стыдно показать и подарить любому гостю. Эту работу мы тоже продолжаем. Конечно, это была бы очень интересная работа. Именно о районе, начиная с глубокой истории, и до сегодняшних дней показывает жизнь района. Еще с другой стороны, я опять же повторюсь, что нам нужны молодые кадры, и кроме того, нам, конечно, нужны читатели. Ежегодно мы проводим подписку. В данное время идет до Нового года подписная кампания, 2020 год. И мы, конечно, стараемся не потерять своих старых читателей, наоборот, хотим, чтобы их стало больше. И в этом плане я бы хотел сказать свои слова благодарности администрации Исугуланы Больневского национального района, которые последние 2-3 года ежегодно подписывают силами администрации Исугулана для своих ветеранов, для своих предприятий, школ и больниц не менее 100 экземпляров в этой «Элкен». За это мы им очень благодарны. И с другой стороны, мы благодарны, я уже говорил, что там работает компания промышленная крупная, и в этом плане нам в последние годы оказывают поддержку, подписку для своих жителей, где они там работают, вот компания «Алмаз Аномара». Сейчас, в данное время, мы отрабатываем вопросы министерства Арктики нашей и по делам народа Севсевера. Также мы сейчас ведем разговоры о «Арктик Капитал», которые тоже, скажем так, идут нам навстречу, потому что они понимают, что на территории, где они осваивают недровые богатства, живут коренные люди, которые нуждаются в поддержке, в том числе, чтобы для них измечательно приходил наш рейд «Элкен». Ну, сейчас действительно ведется же большая работа по освоению недр, и промышленные компании, конечно, должны как-то носить свою лепту в развитии района. И вот одно из этих, видимо, направлений – это подписка на вашу газету, на ваш журнал. Это тоже интересная вещь, кстати. Своё 20-летие с какими успехами вы встречаете? Успехы, наверное, у нас только одно. По крайней мере, мы свой тираж не избавили. У нас где-то в пределах 500-600 экземпляров. Мы же вот это держим. Это считаем большой успех. Тем более, вы все знаете, в сфере зданий, в Афганской, так и районной, идет массовое падение тиража. Это проблема не только якутских, но и российских зданий. Но мы сохраняем свой тираж. И кроме того, наш успех в том, что мы все-таки более-менее наладили контакт с молодежью. Я считаю, это было большое дело, потому что, опять же, повторюсь, мы везем факультатив, мы публикуем молодых авторов и стараемся участвовать во всех молодежных суглановых мероприятиях. Мои коллеги там постоянно всегда бывают. Они не только им рассказывают, но и обучают. Допустим, то же самое, как делать бизнес-планы. Это Андрей Саков за занимается. Вот Ирина Курилова постоянно наснабжает северные новостями. Не только Якутии, России, но и всего мира. Потому что, вы знаете, что в других странах тоже пропоживает края народа мира. Ну и я думаю, что в декабре мы в рамках празднования 30-летия Ассоциации тоже скромно отметим свой небольшой юбилей. И я думаю, что Илкен жил, жив и будет жить. Будем надеяться, потому что все-таки это одна единственная газета. И народ все-таки, конечно, заинтересован, чтобы она была. Тем более, что она с каждым годом становится все-все интереснее. Мы стараемся охватить все стороны жизнедеятельности Арктики. Не только там, как-то, путем, одной отцов работы охоты. Но и, как вы сказали, и парамыльность, и медицина, и все остальное. То есть мы все это пытаемся отразить на страницах нашей газеты. И наша главная надежда, то наши подписчики, которые нам пишут. В каждом номере мы стараемся, чтобы было не меньше двух-трех материалов именно из глубинки. Будь то Севенкель, Севенкель, Булбулунский район, Аннабар и так далее. И поэтому мы еще раз поддерживаем, чтобы люди читали. Это должно быть интересным. И поэтому мы каждый раз учимся, открываем для себя новые рубрики, новые мысли, новые идеи. И я думаю, что открытие нашего новостного портала, это тоже будет большим шагом вперед в деле продвижения СМИ Леонардов Севера. Перспективы какие вы видите перед собой, как главный редактор? Как редактор, конечно, человека творческого, у меня желаний очень много. Но, как говорят, желание-то одно, а в реальность в жизни, конечно, бывает сложно. Я уже не раз всем говорил, что мы сейчас испытываем довольно-таки проблемы с финансированием. Так, в последние годы у нас почти нет командировок. А если человек сидит на одном месте, то на одном компьютере и интернете далеко не уйдешь. Но я думаю, что в дальнейшем я вижу с Илкен переформатированным все-таки журналом. Мы выходим раз в месяц. Я в перспективе думаю, что это будет журнал измеченный, яркий, красочный, цветной, иллюстрированный, очень интересный, толстого объема. И я хотел бы, чтобы этот Илкен читали и знали не только в Якутии, но и далеко за ее пределами. Сейчас, да, у нас есть свои подписчики, это в нескольких краях. Но мы хотим, чтобы все области, которые живут в областях, где живут наши сорочи, они знали и любили наш Илкен. Кстати говоря, в прошлом году я ездил впервые в город Казахат-Алихарт. Там тоже был симпозиум международный по семье Арктики. Я там познакомился с самыми коллегами из России, из вольверситетных стран. Они тоже заинтересованы. Они очень удивились, что есть какая-то издание, почти единственное. Это, кстати, единственное издание в Дальнем Востоке, которое выходит регулярно. Да, есть издания, но они выходят непостоянно, а мы выходим издемесячно. И поэтому я считаю, что, с другой стороны, опять же, со строительством портала, мы уже выйдем в интернет про пространство, и нам будет легче, быстрее общаться со всем миром. Вот в таком я вижу свои перспективы. И, конечно, я бы хотел, чтобы к нам в редакцию пришли молодые кадры, образованные, знающие свой язык, скажем так, продвинутые по-нышнему. И что у нас это процветало. Я желаю и вам, и вашим коллегам по журналу, по газете Илкен еще больше успехов творческих, потому что все-таки наши народы, они знают наш журнал, они уже в курсе всех событий, которые происходят, и это всегда, конечно, для всех интересно. Поэтому дальнейших успехов. Уважаемые телезрители, всего вам доброго, до свидания, бакалды дала.